Биатлоны и лыжные гонки в Омской области в ближайшие три года сделают большой шаг в развитии. В регионе появятся три спортивные базы с двумя стрельбищами и школа-интернат для спортсменов. Об этом договорились губернатор Александр Бурков и президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Совещание по развитию спорта в регионе состоялось в селе Петропавловка Муромцевского района. На встрече также присутствовали представители Минспорта Омской области, местные администрации, советник президента СБР, олимпийский чемпион Владимир Барнашов и руководитель региональной федерации биатлона Яна Романова. Как известно, в Петропавловке существует биатлонно-лыжный комплекс. В условиях уникальной природы Муромцевского района с ее рельефом и реликтовым сосновым бором вот уже 20 лет проводятся тренировки и соревнования среди местных и приезжих спортсменов. В рамках новой концепции лыжную трассу модернизируют, а стрельбище из открытого типа реконструируют в полузакрытый. В 2019 году в селе была построена современная общеобразовательная школа. Здание старой школы переделают в интернат, где будут проживать и тренироваться без отрыва от учебы юные спортсмены из районов Омской области. Помимо этого в Омске в Советском парке планируется строительство еще одного комплекса для биатлонистов и лыжников, а в Крутой горке круглогодичной лыжероллерной трассы. Ключевым звеном станет создание бюджетного учреждения Омской области, Академия биатлона и лыжных видов спорта. Бюджетное учреждение мы должны создать в этом году. В этом году постараться построить лыжероллерную трассу в Муромцево и, наверное, в Крутой горке. И в том числе сделать проекты по стрельбищу в Советском парке. Соответственно, наверное, в 2022-2023 год мы должны с вами решить все в комплексе проблему. Это создание двух-трех спортивных баз с двумя стрельбищами и создание школы-интерната. Мы черпаем новых чемпионов как раз из наших регионов, из небольших сел, деревень, городов. И учитывая традиции Омской области, которые связаны в том числе и с лыжными гонками, и с биатлоном, это, конечно, будет таким огромным шагом вперед и огромной поддержкой именно для нас, для российского спорта, биатлона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова